Во время жизни имама Ахмады была большая фитна, это было время судебных разбирательств и бедствий, когда оспаривали некоторые основные исламские убеждения, и, к сожалению, этому способствовали и определенные правители того времени, правители мусульманских земель, которые также приняли эти неправильные убеждения в вопросах, касающихся ислама и Корана. И они решили силой распространить свои заблудшие убеждения среди других людей. Поэтому ученые вышли, чтобы оспаривать их, чтобы переубедить их, чтобы доказать, что их убеждения были неправильными, и власть начала сажать их в тюрьмы и даже пытать, и убивать ученых, которые перечили им, и они буквально настигли всех ученых, пока не остался последний из них. Это был никто иной, как имам Ахмад ибн Ханбальда, помилуйте его Аллах, который являлся великим защитником истинных вероубеждений ислама. Король, правитель, до этого приглашал к себе имама Ахмада несколько раз, пытаясь переубедить его. Имам Ахмад дискутировал с учеными и интеллигенцией, которые были на стороне заблудших убеждений. Имам Ахмад привел им неопровержимые доказательства, так что им нечего было ответить, и в итоге, когда правитель устал от этих споров, сказал, «Я король, я правитель, я не собираюсь выслушивать чипуку от какого-то имама или шейха, он не смеет мне указывать, что хорошо, а что плохо. Я правитель, я король, я прав». И затем он отправил своих солдат к дому имама Ахмада и приказал, «Я хочу, чтобы вы заковали его в цепи. Привяжите его как преступника, как особо опасного преступника. Не провозите его по окраине, а провезите через центр города, через городскую площадь, через базар. А затем мы будем бить его плетью и будем пытать и наказывать его, пока он не откажется от своих слов». И вот имам Ахмад закован в цепи, и его провозят через город, где все собрались вокруг. Все смотрят с вытаращенными глазами, в шоке и в удивлении, видя все происходящее. И имам Ахмад, да помилует его Аллах, говорит, «Я начал думать про себя». Ахмад, что ты делаешь с собой? Что ты делаешь с собой? Ты унижаешь самого себя, ты выставляешь себя на посмешище. Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, дали тебе выход. Ты можешь сказать все, что хочет услышать этот тиран. Ты можешь сказать все, что он хочет от тебя услышать, до тех пор, пока в твоем сердце истина, ты в порядке. Но почему же ты позволяешь делать с собой это? Почему ты унижаешь себя? Действительно ли ты хочешь, чтобы это было последним, что останется после тебя? Это унижение, пытка. И затем он говорит, «И как только я начал думать об этом про себя, я почувствовал, что кто-то дергает за мою одежду, мою рубашку со спины». И он продолжил. Я вернулся. Это был молодой человек, и этот человек показался мне знакомым. И юноша спросил, «О, имам Ахмад, знаешь ли ты, кто я такой?» Он сказал, «Я Абуль-Хайсам». И имам Ахмад передал нам, что Абуль-Хайсам был самым известным преступником того времени и места. Он был самым известным преступником, который был в числе самых разыскиваемых. И он потянул его, дернул за рубашку. И когда имам Ахмад обернулся, сказал, «Я Абуль-Хайсам», он продолжил, «Послушай, я зарабатываю на жизнь кражами, я обворовываю людей, и я был наказан плетьми». Это записано в судебных документах. В судебных отчетах и документах записано, что я был наказан плетьми 18 тысяч раз. «Можешь пойти и проверить». Он имел в виду, я получил 18 тысяч ударов плетьми за мои преступления. Но я не перестал делать то, что делаю. Он сказал, «Я служу шайтану ради этой дуньи». «Я слушаю шайтана. Я следую тому, что он мне говорит ради материальной, мирской выгоды». Но я не оставил это из-за нескольких ударов плетьми. Всего 18 тысяч. Он сказал, «Ты подчиняешься Аллаху, трудишься ради религии и Ахирата». «Неужели ты волнуешься о нескольких ударах плетьми?» «Я не перестал обворовывать людей, творить бесчестие из-за ударов плетьми. Даже и не смей отказываться от благого дела из-за наказания плетьми». И он сказал мне эти слова, и отпустил мою рубашку, и солдаты потащили меня дальше. И это был последний раз, который я когда-либо его видел. Имам Ахмад продолжил, когда он сказал мне эти слова. Внутри меня запылал огонь, и я сказал, «Мне без разницы, что они сделают со мной». Я буду стойким. И именно так имам Ахмад себя и повел, остался стойким. И в конечном итоге имам Ахмад стал причиной сохранения правильных исламских убеждений и причиной поражения этого заблуждения. Именно по этой причине имам Ахмад на протяжении всей своей жизни, где бы он ни сидел, когда бы он ни молился, перед тем, как идти спать, он постоянно делал дуа, он постоянно делал дуа Аллаху за Абуль-Хайсаме, да простит Аллах Абуль-Хайсаме, да простит он его грехи. Мораль этой истории заключается в том, что не стоит недооценивать кого-либо. Каждый может что-либо предложить. У каждого есть потенциал, у каждого человека есть нетронутый, бесконечный потенциал. И это лишь для того, чтобы мы поразмыслили над этим, и затем попытаться предложить что-нибудь полезное для других. Таким образом, не стоит недооценивать себя, в первую очередь. Во-вторых, никогда недооценивайте других, потому что вы не знаете, на что они способны. Вы не знаете о благих делах, совершенных ими. Продолжение следует...